Здравствуйте, все уважаемые собравшиеся! Я приветствую всех, кто присоединился к нам уже, и кто также подсоединится чуть позже. Вот видите, даже волнуюсь. Очень приятно, что сегодня столько пользователей собралось, уже задают вопросы. И мы сегодня будем с вами обсуждать тему «Психологическая картина характера личности человека на основе применения концепции 12 энергетических меридианов». Или по-простому «Меридиональная диагностика» с помощью аппарата «Ведопульс». Для тех, кто к нам присоединился первый раз, скажу, что меня зовут Владимир Агастьянов. Я клинический психолог. Занимаюсь консультированием в системе ведической астрологии. Ну и так вот по ходу жизни получилось, что пришлось изучать традиционные системы оздоровления. Индийскую я веду и китайскую. Вот. И сегодня я хочу с вами поделиться своими наработками. Как понять характер человека и его темперамент с помощью 12-меридиональной системы. Хочу сказать, что на проработку этой системы меня сподвигло как раз знание 12-задиакальных созвездий. И тех черт характера, которые они символизируют. Поскольку изначально у меня получилось, что я в 96-97 году прошел первые семинары по астропсихологии личности, астропсихологии брака. А уже значительно позже я начал изучать аюрведу и китайскую медицину. И в частности так получилось, что обратил внимание, что некоторые значения очень похожи. Между астрологическими характеристиками и меридиональными в китайских. Хотя надо сказать, что в китайской системе очень много больше аспектов медицинского характера. Но это и понятно. Поэтому то, что я сегодня буду рассказывать, она будет в какой-то степени пересекаться и с восточной китайской традицией, и с западной, если можно так сказать, ведической традицией. Потому что я считаю, что те астрологические знания, которые перетекли, вернее, появились, существуют в Александрии, раньше в Грецию. То есть современная астрологическая система, она сложилась под влиянием как раз восточной аюрведической традиции. Такая вот миграция. Это так же, как Аристотель вдохновила система четырех стихий. В результате у нас сегодня в современном мире есть очень четко проработанная система четырех темпераментов. Холерик, Малхолик, Флегматик. Так что я сегодня расскажу эту систему с позиции традиционных представлений. Где к общему знаменателю постараюсь привести как и китайские, так и современные представления, и ведические. И вот, кстати, по взаимодействию Запада и Востока у нас уже поступил вопрос от нашего слушателя. По прошлой нашей лекции здесь Валентина спрашивает, в колесе стихии эфиру соответствует металл или дерево? Я так скажу вам по этому поводу, полагаясь на свой опыт, свои размышления, что аюрведическая система, вернее ведическая система пяти стихий Панча Махабхуд и китайская система, они очень похожи. Они имеют общий корень, поскольку есть такой взгляд, что когда-то, много тысяч лет назад на Земле существовала единая цивилизация. Но в силу каких-то катаклизмов, событий, возможно, ядерной войны, поскольку очень много находят свидетельств взрывов, доисторических ядерных взрывов. Например, город Махенджадара, это в Сибири некоторые природные объекты, озера очень похожи, что они образовались в результате колоссальных взрывов. Цивилизация пришла в упадок, но общие принципы какие-то остались. И далее закрытые локальные территории начали как-то развиваться на основе каких-то общих представлений, но каждый в свою сторону. Поэтому, если говорить о взаимоотношении, например, эфира и металла-дерева, то это совершенно разные представления. И я считаю, что эфир это эфир, а дерево это дерево. Здесь китайские философы сами характеризовали новую категорию философскую, провели такую работу на выяснение соответствия, корреляции между свойствами дерева как вещества и характером человека, металла как вещества и характером человека. Например, металлу свойственна холодность, элементу эфир тоже будет свойственна холодность, но тем не менее металлу свойственна кристаллизация, то есть направленность действия, а вот эфиру нет. Поэтому я считаю, что в нынешних, современных условиях будет очень замечательно, если вы объедините две традиции. И к пяти характеристикам ведической концепции Махапхуд добавите две производные стихии земли, потому что дерево и металл это все-таки производные стихии земли. Я считаю, что такую концепцию можно использовать, она расширит еще больше представление о человеке. И потом мы живем все-таки сейчас в глобальную эпоху, эпоху синтеза. Я, как уже говорил, не исключаю, что такие эпохи раньше уже существовали, и мы снова приходим к тому пониманию, что реальность она единая. Вопрос с какого угла, с какой точки зрения смотреть на эту реальность. Поэтому давайте просто будем многогранны использовать в зависимости от задач и ведическую концепцию, и китайскую концепцию. И вот сегодня я как раз хочу рассказать о системе китайских меридианов. Но для начала давайте с вами дадим определение, что такое меридианы. Как говорили древние философы, это русло рек, психофизиологической энергии, которую называли ЦИИ. Это каналы и пути, по которым она циркулирует. ЦИИ следует по определенным маршрутам вдоль и поперек, пронизывая наше тело. И маршруты эти неизменны и всегда одинаковы у представителей любой расы Земли. Локализация каналов, дзинло, так они называются в китайской традиции, абсолютно идентична у зародыша ребенка и взрослого. Меридиан, отвечающий за какой-либо орган, продолжает функционировать даже при удалении этого органа. Слезенки, например, одной из почек. На моей практике были случаи, когда мне приходилось встречаться с людьми, которые по какой-то причине удаляли желчный пузырь. Но при этом диагностировалась норма энергии в меридиане желчного пузыря. То есть давайте с вами понимать, что меридианы это не просто орган, желчный пузырь или еще какой-то. Это все-таки энергетическое образование, которое просто соответствует базовым физиологическим органам, анатомическим органам. Так, меридианы и колотериали не являются ни кровеносными сосудами, ни нервами. Система меридианов, каналов еще называют, очень похожа по своему принципу на кровеносную систему, ветвящаяся на крупные и мелкие сосуды, доносящие кровь и питательные вещества в любые уголки нашего тела. Термин меридиан, дзин, имеет смысл маршрута, направления. Здесь можно провести аналогию с физикой. Как вот наша планета имеет электромагнитное тело, так скажем, электромагнитную оболочку. Также и наше тело тоже имеет определенные электромагнитные направления. И концентрация этой энергии в определенных направлениях по телу, и как раз вот такой меридиан образует. Меридиане также называются проводниками энергии. Они образуют магистральные линии. Термин колотерали, ло китайский, имеет смысл сети. То есть, вот как вы видите на данной картинке у меня, что тело человека, оно именно образует такую энергетическую сеть. Вся система пути, которые пронизывают все тело и связывают между собой в органическое единство его различные части, создавая единое целое. Создает поверхность тела с внутренними органами, и верхнюю частью тело с нижней и связывает твердые и полые органы. То есть, функция меридианов это связывать, как говорят китайцы, вверх с низом, а восток с западом. Вот, традиционный рисунок меридианов в китайском стиле выполненный. И именно нормальной и естественной функцией человеческого организма является течение внутренней психофизиологической энергии, которую китайцы, как я уже говорил, называются через сеть каналов. Когда эти каналы в теле человека засорены, человек заболевает. Каждый из главных энергетических каналов связан с системой одноименных органов, плюс перикард и тройной обогреватель. Каналы, связанные между собой, образуют так называемый большой небесный круг. И волна энергии Ци проходит в нем в течение суток. И вот как раз этот круг меня и навел на такое предположение, что система классических 12 меридианов в китайской системе схожа с зодиакальными созвездиями. Описание системы меридианов получило широкое распространение благодаря восточной медицине, в которой конкретные действия к больному лекаря должны быть исключительно точными, правильными и своевременными. Соответственно, лекарь должен представлять полную картину происходящего с больным, видеть не только состояние, но и причины и пути устранения причин болезни. Соответственно, имея дело с живым человеком, он должен понимать весь процесс. И надо сказать, что меридианальная диагностика по системе ведопульса позволяет производить скрининговую диагностику. Мне приходилось самому проходить и делать диагностику методом фоли меридианов. Это, знаете, долговато все-таки тыкать в каждую точку электродом. А здесь за 5 минут вы имеете все представление, что происходит с вашим пациентом или клиентом. Так вот, в случае с меридианами человека мы имеем дело с процессом, благодаря которому человек жив и проявляет определенные свойства характера и темперамента. Если этого процесса нет, то нет и жизни, и характера, естественно, человека. Для точного описания частей процесса циркуляции энергии была выработана определенная классификация, имеющая функциональный прикладной характер и раскрывающая динамику времени процессов и свойств человека. И вот вы видите здесь древний рисунок, на котором изображен схематический человек с основными меридианами. Их так и называют основные или постоянные меридианы. 12 классических меридианов. Называются от того, что энергия Ц циркулирует по ним постоянно, в течение суток и всей жизни человека. Но надо сказать, что мы живем в природе, мы живем в глобальной геосистеме. И поэтому цикл энергетики меридианов будет зависеть и от сезона года, от времени суток. И еще также будет зависеть от широты и долготы. Ну вот, например, зная астрологию, я могу сказать, что классическая система, когда принято, что там меридиан легких от стальки до стальки управляет организмом, тогда он больше, тогда он меньше. Сейчас попозже продемонстрирую этот слайд. Так вот, дело в том, что прохождение линии горизонта, которая определяет деятельность суточного биоритма, она зависит от широты. Если, например, на экваторе прохождение линии горизонта по небесной сфере 30 градусов, то есть одно зодиакальное созвездие, которое практически будет соответствовать значению одного меридиана, будет практически ровно 2 часам, то приближаясь к югу или к северу, к северным широтам, например, увеличивается до 2,5 часов. Поэтому здесь, конечно, нужно учитывать. Но у нас привыкли пользоваться все наши медики вот такой таблицей временной активности меридианов, где отводится примерно меридиан легких с 3 до 5 часов. Это максимум, минимум с 15 до 17 часов. Современный цивилизованный человек живет в искусственных условиях, встает и ложится спать независимо от солнца и времени года. Режим дня зависит от образа жизни, поэтому здесь необходим индивидуальный и объективный инструмент диагностики состояния энергетических каналов. И я хочу сказать, что такой механизм есть. Это вот наш прибор VEDA-пульс. Здесь вот как раз вы видите, что достаточно снять пульсовую диаграмму, пульс интервала кардиограмму, и можно разложить по специальным алгоритмам, в том, какая картинка меридианов. Преимущество, как я уже сказал, этой системы заключается в том, что эта скрининговая технология, она показывает сразу все и вся. То есть мы в один момент видим все 12 меридианов. И как видите, вот у меня на вкладке я добавил, что энергетика в меридианах может быть, вот красным показывается, таким розово-красным, избыток энергии, зелененьким норма, бледно-зеленым незначительная недостаточность, и желтым такая недостаточность энергии в меридиане. Измерение энергетического потенциала работы сердца помогает по кардиоинтервалу аграмме создать график состояния меридианов, исследуемого человека, как я уже сказал. С помощью этого графика можно составить четкий психологический, поведенческий портрет личности. И вот это у нас является на сегодняшнее занятие главной задачей. Поскольку все-таки медики больше используют, я хочу рассказать с психологической стороны. И немножко поделюсь опытом, как это сделать практически. Итак, чтобы понять эти принципы использования этой системы, нужно немножко вернуться к принципам устройства нашего мироздания. И надо отметить, что любая квантовая, то бишь энергетическая система, может быть в трех энергетических состояниях. Это достаточным, вот верхний рисунок изображен, избыточным, средний, да, и недостаточный, тусклый такой, блеклый. Так, выражение запись трех ци, о котором говорится в китайском трактате о великой теории пяти постоянных властей, как раз говорится об этих трех различных вращениях. Избыточной, недостаточной и ровной ци. Это вот такой интересный трактат нашел в сети, который рассказывает о системе китайской астрологии. Как раз там вот рассказывается, что пять элементов, они имеют способность к вращению. Так это переводится. Этот термин перевели, видать, переводчики с китайского. А в наше время мы просто понимаем, что под вращением, по всей видимости, тех же стихий имеется в виду, там огня, воды, дерева, металла. То есть это активность. Вращение – это активность. Активность – это либо полнота энергии, либо недостаток энергии. И вот эта вот концепция, она нашла вот такое вот отражение. В такой таблице по недостатку и избытку энергии инь и янь. Янь – это у нас активное начало. Она как раз будет у нас соответствовать большой доле энергии, яркому проявлению. А инь как бы все-таки будем связывать с недостатком. И вот здесь вы видите табличку, где основные клинические проявления, недостатка и избытка. И я думаю, что большинство из вас здесь все-таки врачи сталкивались с этой системой и представляют, что в традиционной китайской медицине недостаток – это похудение, ослабленное телослаждение, утомляемость, депрессия, слабость, нежелание разговаривать, слабое дыхание, ночные потыни, недержание мочи, полюции, стихающие при надавливании боли. А избыток энергии следующие симптомы проявляют – это полнота и крепкое телосложение, глубокое дыхание, возбужденность, запоры, ощущение полноты в животе и грудной клетке, громкий голос, мочеиспускание затруднено, боли усиливаются при надавливании, например, при движении, так можно сказать. И вернемся снова к нашему кругу. Меридианов. И вот в этой системе вы видите, что китайская философская система связывает систему Меридианов как с сезонами года, по месяцам буквально, так и со сторонами света и со временем. И как раз всего многообразия этой картины является игра Инь и Янь. На сегодняшний день достаточно хорошо проработана диагностическая концепция физического состояния человека. Она используется для лечения заболеваний, но она недостаточно, на мой взгляд, детально описывает психологическое состояние человека. Поэтому традиционную китайскую систему Меридианов сложно использовать для психодиагностики. Но ее возможности велики и уникальны. И я вот как раз со своей стороны провел собственную работу и результатами ее хочу с вами сегодня поделиться. Как все-таки вот эту систему, которая была ориентирована все-таки больше на физиологическое состояние, применить к психологическому миру человека. И чтобы сделать это, мне пришлось принять следующее положение. Каждый Меридиан может находиться в трехэнергетических состояниях. В достаточном, избыточном и недостаточном. Это отражается не только в симптоматике, но и в психике человека, сказываясь определенным образом на темпераменте и характере человека. И, уважаемые коллеги, я хочу вам открыть сейчас одну перспективу, которая перед вами открывается, использование такой системы, такой системы, такого подхода. Это психосоматика. Все дело в том, что когда вы сейчас узнаете определенные свойства, психологические свойства Меридианов, то вы очень хорошо поймете, как психические процессы влияют на соматическое состояние человека. Иначе говоря, вы увидите путь соматизации эмоций, мыслей человека. И понимая эту взаимосвязь, вы можете стать очень эффективными терапевтами, врачами в области психосоматики. Надеюсь, что мои некоторые проработки, наработки помогут вам быть в этом более успешными. Итак, сначала давайте рассмотрим классическую характеристику Меридианов легких, ориентированную на физическое здоровье человека, чтобы нам понять вот этот принцип системы. Итак, симптом избытка энергии Меридиана легких. Симптомы Ян, да? Это повышенная температура, потливость, сильный кашель с болью, боли в области плеча и спины, обильная мокрота, жар в ладонях, подошвах, приливы крови к голове, малая емкость легких, воспаление легких, симптомы бронхиальной астмы. Симптомы классические, недостатка энергии Меридиана легких, инские так называемые, покашливание, озноб, холодный пот, хриплый кашель, насморк, частое изменение цвета лица, головокружение, боли в грудной клетке и в области ключицы, бессонницы, частое зевота. Древние философы и медики, исследуя человека, определили в общих чертах эмоциональное состояние характера поступков, действий, соответствующих работе каждого конкретного органа и Меридиана. Они утверждали, что человек, не имеющий патологии в работе Меридиана, всегда комфортен для себя и окружающих, находится в добром расположении духа и всегда здоров. И вот однажды, путешествия по стихии интернета, я нашел вот такое психологическое описание состояний эмоций, присущие Меридианам. То есть положительно-отрицательные эмоции, присущие Меридианам. И вот даю вам сейчас, как сам увидел в этой статье, печень, желчный пузырь, контроль, решительность, доброта, гнев и ярость. Надо полагать, так что контроль и решительность она может желчному пузырю соответствовать, а доброта и гнев это вот соответствует печени. Сердце, перекартонка, кишка, тройной обогреватель. Этим Меридианам соответствует теплота, жизнеспособность, возбуждение, радость, любовь, раздражительность, ненависть, жестокость, поспешность. Селезенка, поджелудочный желудок, способность к устойчивости, чувство сосредоточенности и уравновешенности, честность, открытость, беспокойство, озабоченность, тревога. Ну это вот последнее, беспокойство, озабоченность, тревога, это относится к функции поджелудочной железы. Легкие, толстые кишка, Меридиана, сила, основательность, благородство, мужество, а вот тоска, печаль, горе и грусть, как мы увидим, это уже относится к Меридиану легким, управляет. Почки, мочевой пузырь, честолюбие, сила воли, мягкость, скротость, страх, стресс, ужас. В общем, разные исследователи уже пытаются прорабатывать эту систему. А что мы видим? Мы видим круговую диаграмму энергетики Меридианов, избыток, недостаток. От положения Меридиана в диагностической карте зависит сила и яркость проявления того или иного свойства личности. Это нужно нам определиться. Контрастные личностные проявления напрямую связаны с энергетическим балансом энергетики Меридиана. Например, если в Меридиане печени достаточный уровень энергии, то человек отличается доброжелательством, неконфликтным характером. То есть, человек более мягкий, уступчивый получается. Что, кстати, надо сказать, очень сильно соответствует описанию зодиакального созвездия рыб. Рыбы, они по характеру тоже очень мягкие, уступчивые. Избыток энергии может привести к взрывной, агрессивной злой проявлении темперамента и в характере человека. С чем это можно, например, объяснить мне, как астрологу, например? Все дело в том, что 12-й Меридиан, который соответствует созвездию рыб, он управляется планетой Юпитера. Юпитер – это тоже очень такая агрессивная планета, направленная на захват, на расширение, усиление амбиций. А вот недостаток – это слабость воли, отсутствие настойчивости, стеснительность, сомнительность. Вот это все таким вот образом проявляется. В данном случае я вам показал как пример, как можно работать. Далее я разложу очень подробно и конкретно по каждому Меридиану. Особенность метода меридианальной диагностики характера заключается в следующем. При психовизиологической диагностике следует учитывать, что общий уровень культуры восприятия сдерживает негативные изменения в структуре личности или минимизирует их социальные проявления. значения энергетического баланса меридианов могут быть почти одинаковы в картах разных людей. Но эти люди будут себя очень по-разному вести. Степень в отклонении поведения у разных людей, имеющих похожие карты, варьируется в зависимости от образования, воспитания, социального статуса. Люди более образованные чаще испытывают моральные страдания, психологический дискомфорт. Поэтому и обращаются за психологической помощью, опасаясь нервного или поведенческого срыва. Это психологическое напряжение видно по уровню энергетики в меридиане, по недостатку или избытке. Вот как раз в правом нижнем углу вашего слайда вы видите, что, например, избыток находится у данного человека в меридиане легких и в меридиане селезенки поджелудочной. Поэтому такой человек вообще на грани депрессивное состояние. Вот это как раз пример депрессивной личности здесь показан. При этом по этой диагностике очень хорошо видно, что этого человека идет социальный и мировоззренческий кризис. еще проблемы в партнерских отношениях. Как это я понял, я расскажу вам чуть-чуть попозже. И надо отметить, что у лиц с нескольким уровнем интеллекта, а под интеллектом мы понимаем как рациональный интеллект, логический, так и эмоциональный интеллект, девиация, то есть отклонение в поведение, чаще проявляется в социальном поведении. Это, например, воровство, конституция, наркомания, игромания, ну и другие какие-то процессы. И сейчас мы с вами переходим ко второму разделу нашего занятия. Это анализ меридианов по эмоциональным проявлениям, темпераменту и характерным чертам личности. И, как вы видите, главной темой дальнейшего моего повествования будет тема избытка или недостатка энергии. То есть избыток у нас будет это вот левая частичка, часть картины, да, где море, а правая недостаток это пустыня. Промежуточное состояние можно уже, я думаю, как-то придется задумываться самим, потому что ну все-таки поверьте, мне сложно как-то было описать каждое состояние. Поэтому я даю вам крайнее описание. Вы там уже степень проявления каждого меридиана определите сами. Я думаю, что у вас здесь получится. Я вам естественно если что и помогу. Итак, мы видим круговую диаграмму. которые будем изучать на протяжении последующего нашего раздела. В данном разделе мы рассмотрим проявление особенностей 12 меридианов эмоциональных реакций, темперамента и характера человека в зависимости от уровня энергетики в том или ином меридиане в соответствии с принципами избыточности и недостаточности, как я уже сказал. И начнем мы с вами с меридиана легких. Меридиан легких это очень интересное образование, структура, проявление энергетики человека. Понятно, что его невозможно пощупать, но тем не менее на правой части вы видите, как китайские мудрецы обозначили точки прохождения этого меридиана от правой руки по большому пальцу, по предплечью, к плечу, к горлу и дальше вплоть до желудка. Давайте сначала дадим общую характеру энергию меридиана легких. Меридиан имеет тесную связь с головным мозгом, ответственен за процессы оксигенизации посредством крови, отвечает за интенсивность окислительных процессов вместе с почками заводный обмен, образность мышления, репродуктивную систему, речевые возможности тембр голоса, курирует состояние кожи и потовых желез. Вот. Это общее описание. Я ее специально привел, чтобы у каждого было четкое представление, что-то такое. И на приборе видопульс в программе мы вот видим, как цифры 1 обозначается на круговой диаграмме миллидиан легких. В данном случае здесь избыток энергии. И давайте с вами подумаем и посмотрим, как же это будет отражаться, в каких чертах личности это будет проявляться. И как я уже сказал, мы будем смотреть две крайние точки проявления избыток и недостаток энергии. Начнем с избытка, потому что в нашей диаграмме показан у человека избыток. Следующее качество это упорство в достижении целей, принципиальность, убежденность в своей правоте, жестокость, бескорыстность, склонность к генерации сверхценных идей, быстрота и ясность мышления, иммунитет к слелитическим болезням, чтобы склерозом не заболеть, нужно человеку поддерживать высокий уровень энергетики меридиян и легких. Хорошая речевая и деловая активность, долгожительство. Это понятно, да, многие медические практики, древние практики, поддерживающие здоровье, говорят о том, что нужно правильно дышать. И как раз правильная система дыхания, например, пранаяма в иерархидической системе, как раз направлена на то, чтобы сбалансировать энергетику меридиани легких. Недостаток энергии. Отсутствие цели, принципов, убеждений у человека, медленное мышление, забывчивость, заторможенность, усталость. Ну, понятно, да, если человек медленно, поверхностно дышит, то энергия-то откуда взять? Конечно, усталость будет накапливаться. мягкость, то есть отсутствие напора будет в связи с этим связана, вялость, неуверенность в себе. И вот есть психология, такое направление, которое называется телесно-ориентированная психотерапия. Опа. Вот действительно спасибо, подсказали, что ошибся в меридиане толстого кишечника. Это как-то... Но это на самом деле все это меридиане легких. Здесь, прошу прощения, как-то вот и просматривал, и все равно ошибся. Исправлюсь. Как-то так бывает. И продолжу. Да, есть такое направление, телесно-ориентированная психотерапия. основоположниками является Вильгерий Мрайх и его ученик Александр Луунал. И как раз они отметили, что у человека очень сильно проявляется мышечный панцирь, зажат, мешает дыханию. И чтобы восстановить психологическую деятельность человеку, необходимо убрать вот этот панцирь, который мешает человеку быть активным, деятельным. Так, продолжаем. Вот почему-то опять же здесь про меридиан толстого кишечника. Вот как так. Так, избыток энергии меридиане легких. Человек уверенная, хорошо поставленная речь. Склонность к повторам речи. общительность, грусть, тоска, горе, хороший сон. Недостаток энергии это нарушение речи, сбивчивая речь, склонность к одиночеству, бессонница проявляется. Ну и уж простите меня, классические психологи, я все-таки проведу такую параллель между психологией и астрологией. И действительно, я вот когда сравниваю натальные карты рождения, то я вижу следующее, что действительно люди с первым домом, с меридианом Овна, они действительно очень такие вялые, очень такие пассивные личности. Так, сейчас посмотрим, что у нас дальше идет. Надеюсь, у меня путаниц не возникнет. Дальше у нас все правильно. Меридиан толстого кишечника. Значит, в системе диагностики ведопульса отображается цифрой 2. Мы также видим здесь легкую избыточность. Видите, обратите внимание на то, что таким розовым цветом обозначено справа, вы видите классические точки, которые обозначают путь этого меридиана, как это в классической рефлексотерапии приведено. И меридиан толстого кишечника принимает участие в формировании обоняния репродуктивной сферы, контролирует слизистые оболочки, связан с эндокринной сферой, гипофизом и щитовидной железой, курирует вместе с почками рост и развитие организма, процессы пищеварения, выделения и мир чувств. Для нас здесь, уважаемые коллеги, очень важно последнее два слова это мир чувств, потому что в астрологии второй меридиан связан со вторым домом, с тельцом, который как раз отвечает за чувственное удовольствие и также за богатство. В своей практике я заметил, например, следующее, что если ко мне приходит на консультацию человек, я делаю диагностику на видопульсе и открываю вкладку меридианов и вижу, например, как в данном случае избыток энергии на меридиане втором толстого кишечника. И задаю человеку примерно следующие вопросы. Скажите, насколько вам сейчас важно ваше материальное благополучие? Насколько вы желаете заработать? Испытываете ли вы какие-то финансовые затруднения? Как правило, в большинстве случаев мне люди отвечают, что да, сейчас они испытывают определенные потребности в деньгах и они готовы прилагать активные усилия. Поэтому, собственно говоря, они ко мне пришли. То есть, если в меридиане толстого кишечника избыток энергии, это человек стремится активно к удовлетворению своих чувств, своих желаний, он стремится активно зарабатывать деньги, прилагать усилия, но это чрезмерные надо бы сказать усилия. И если эти усилия сохраняются продолжительное время, то это может дальше, в дальнейшем привести к семитизации тех эмоциональных состояний, которые у человека присутствуют. Это, например, развитие гипотериоза, проблемы с щитовидной железой. Это проблемы, например, с деснами, которые в психосоматике, как утверждают некоторые авторы, символизируют чувствительность, восприимчивость, незащищенность человека. То есть, опять же, с удовольствием связан. В общем, второй меридиан связан с миром чувств удовольствия. И надо сказать, что еще мои наблюдения показывают, что проявление, активное проявление этого меридиана связано с финансами семьи. Например, ко мне, если приходит женщина, и я вижу у ней избыток энергии во втором меридиане, то я могу ей задать примерно следующий вопрос. Как у вас дела в вашей семье, которые связаны с состоянием вашего семейного бюджета. То есть, благополучие семьи на основе совместного владения денег. Достаточно. Также избыток энергии во втором меридиане говорит о том, что человек стремится очень активно, очень целенаправленно использовать те имеющиеся инструменты, которые могут повысить его благосостояние. Ну и, кстати, есть такое мнение, что второй меридиан достаточно большое значение имеет для памяти. недостаток энергии в меридиане будет говорить о плохой памяти, а избыток тоже может вызвать нарушение, что хорошую память здесь все-таки обеспечивает норма энергии. Но надо сказать, что за память отвечает не только меридиан, второй меридиан, также еще может, например, восьмой меридиан почек отвечать за память. Имеет отношение к памяти также к психологическому процессу и пятый меридиан, то есть меридиан сердца эмоциональной включенности людей. Так, ну, я думаю, что с меридианом толстого кишечника мы разобрались. Теперь давайте очень коротко, тезисно определим психологические свойства по его избытку энергии и недостатку. Значит, избыток энергии это артистичность, музыкальность, сексуальность, любовь к наслаждениям, хорошая работоспособность, как я уже говорил, особенно за деньги и по найму, упорство в достижении целей, упрямство, недостаток энергии, скепсис, безинициативность, безразличие, равнодушие, ленность, вялость, неуверенность в своих силах. Вот такие свойства у нас описывают меридиан толстого кишечника. Третий меридиан желудка. Слева видите, как он обозначается в программе диагностического комплекса ведопульс. в данном случае мы видим, что энергия обозначается зелененьким, это значит, что достаток энергии. Меридиан желудка отвечает за обмен веществ, движение на уровне тела, систему конечностей, нервной связи, это черепно-мозговые нервы, блуждающий нерв, задеятельность головного мозга, подвижность нервных процессов и передача импульсов, курирует мышление и его активность, уровень коммуникации целостного организма. Надо сказать, про вести для классических психологов, что меридиан желудка имеет отношение к астрологической системе созвездием близнецов. который у нас тоже управляет нервной системой. В этом описании вы видите, что здесь все акценты сделаны как раз на нервах и нервной системе. Какие же свойства определяет меридиан желудка психологически? Избыток энергии. Чрезмерная умственная активность, быстрая сообразительность, ораторское искусство. То есть человек может очень активно говорить и убеждать других людей в своей правоте. Быть убедительным. Подвижность, динамизм, активность, коммуникабельность, непоседливость, неугомонность, контактность с собой и окружающими, повышенная и возбудимость. Недостаток энергии. Это инертность мышления. Человек не ищет просто других вариантов. Слабые умственные способности, слабая память и речь, неподвижность, тяжесть, некоммуникабельность, неудовлетворительность, неудовлетворенность жизнью, постоянное недовольство, вялость, депрессия, скорбные веки, так, глаза прикрывает, особенно, знаете, кто-то обращал внимание, головокружение, бессонница и частая зевота. Ну, а, естественно, достаток энергии будет давать активное мышление, хорошую активность, человек будет в достаточной степени коммуникабелен, он и не закрыт, и не открыт, не будет назойливости, не будет вялости, у человека будет хорошее, бодрое настроение, человек будет легок на подъем. Это вот такие позитивные состояния энергетики. И вот, если сравнивать, опять же, с астрологической системой, то меридиан желудка у нас соответствует третьему дому, а третий дом, это у нас личная активность, приимчивость человека, то есть, способность заниматься либо коммерцией, бизнесом, либо творчеством. Ну, а также еще заниматься практической стороной обучения, то есть, учиться. Вот, и если, например, избыток энергии в этом меридиане, то это говорит о том, что человек, действительно, не поседлив, ему хочется постоянно двигаться. и вот на моем опыте я видел таких людей, которые постоянно в движении. Иногда ко мне приходили клиенты, когда я им делал диагностику, смотрел, меридиан, желудка красный, прям такой, зашкаливает. Я говорю, что, сегодня выдался очень удачный, такой, подвижный день, или твои не говорите, целый день на ногах, да еще даже и толком поесть не удалось. То есть, проблема вот этого движения, то, что у человека нарушается пищевое поведение, человек начинает питаться фастфудами, где-то на ходу перекусывать, и, естественно, такая чрезмерная активность, она крайне неблагоприятно сказывается на его желудке. И вот как раз избыток энергии желудки, он провоцируется избытком энергии. Это вот как раз язвенные заболевания, хочу сказать. То есть, психологическое причина язвенных заболеваний у тех, кто занимается психосоматикой, будет в том, что человек стремится быть чрезмерно активным, предприимчивым. То есть, в результате накидывает в кавычках столько опыта, что он успевает просто переварить. И избыток энергии в меридиане стимулирует выработку пищеварительных соков и тоже соляной кислоты, которая повышает кислотность. В общем, вот такая картина получается. Переходим к следующему медвену. Уважаемые коллеги, если какие-то вопросы, то пишите, задавайте. Очень признателен всем тем, кто увидел у меня тут опечатку. Еще раз подчеркну, никто из нас не совершенен, мы только стремимся к совершенству, поэтому будем двигаться дальше. Четвертый меридиан селезенки, поджелудочные железы. Значит, в системе ведопульса он обозначается цифрой 4. Слева вы видите часть круговой диаграммы, где он приведен в избыточном красном состоянии. Впереди у него меридиан сердца, позади у него меридиан желудка остается. Классическое изображение прохождения по телу изображено на рисунке справа со всеми его точками. Итак, давайте дадим общую характеристику меридиана. Меридиан селезенки поджелудочной железы контролирует эндогринную сферу, лимфатическую систему, идеи, мысли, тип мышления, силу представления и воображения, структуры головного мозга, пищеварительные процессы, трансформацию энергии, вкусовые ощущения, плоть, мышечная масса, подкожную жировую клетчатку, тип телосложения и в целом конституцию. Какими свойствами у нас психологическими обладает меридиан селезенки поджелудочной? Это способность к длительным умственным нагрузкам по избытку энергии, как всегда начинаем говорить, физическая работоспособность, хорошая память, зависть, сомнения, тревожность, навязчивые идеи, фобии, тяжелый сон, стремление прилечь, отдохнуть. Недостаток энергии, быстрая утомляемость, истощаемость, умственная инертность, нарушение концентрации внимания, непродуктивные размышления, плохая память, зависимость от чужого мнения, беспокойство, депрессия, неврастения, тревожность, умительность, аутизм, склонность, сомнливость днем, быстрое засыпание. И если опять же сравнивать с астрологической системой, то меридиан селезенки поджелудочной отвечает как бы за общее удовлетворение жизни, за такое жизненное довольство, когда у меня все хорошо, все замечательно, я испытываю комфорт и благодать в жизни. Поэтому, уважаемые коллеги, если к вам пришел человек на консультацию, вы сделали диагностику и меридиан селезенки поджелудочной в недостатке энергии, то это говорит о том, что человек как раз недоволен жизнью, что-то его не устраивает. Особенно прошу обратить внимание на то, что в этом случае нужно начинать с вопросов, касающихся его жизни дома, вот именно в том доме, где он живет. отношения с матерью здесь имеют значение на этот меридиан очень сильно. Успехи в образовании, если, например, человек имеет затруднения в образовании, то имеет свойство, что этот меридиан выйдет из равновесия. Вот, значит, сегодня, как еще показала практика, да, вот действительно здесь Алексей говорит, меридиан селезенки это дом рака, вернее, правильно сказать, созвездие рака. Совершенно верно, вот очень много похожего между меридианом селезенки и теми характеристиками, которые описывают вот именно вот дом, четвертый дом в частности. Вот, но тут я вам честно скажу, что эта система очень новая и мы ее пока просто сейчас обозначаем. У меня есть мой личный опыт, который в моей практике находит подтверждение, поэтому я с вами делюсь этими знаниями, чтобы вы могли сами поэкспериментировать и попробовать набрать какую-то свою статистику, потому что надо сказать, что каждому врачу, каждому целителю, психологу приходят свои клиенты, свои пациенты, у каждого есть свои возможности в помощи людям. Поэтому, например, я часто встречаю людей с недостатком в меридиане селезенки поджелудочной, и мне приходится прорабатывать в первую очередь тем, насколько человек позволяет себе удовольствие от жизни получать. то есть прям не стесняйтесь задавайте людям такой вопрос, а как у вас с удовольствием в жизни? Как вы доставляете себе счастье? Что вам доставляет счастье? Как у вас атмосфера дома? Хорошо ли вы общаетесь со своими родителями? И надо сказать, что китайцы очень уважают своих предков, и меридиан селезенки поджелудочной напрямую связан с нашими предками, родовыми корнями. И если есть какие-то родовые блоки, конфликты, или как говорят в традиции проклятие по роду, то они скажутся на меридиане селезенки поджелудочной. На физиологическом уровне это человеку может как говорится в народе светить перспективой заболеть под гриотитом, сахарным диабетом, ну и вообще нарушением системы пищеварения. Поэтому уважаемые коллеги, будьте очень внимательны к домашней атмосфере того клиента, который пришел к вам с такими показателями. Давайте сделаем с вами перерыв. Сейчас 14.02, 5 минут на перерыв, и мы с вами начинаем продолжать наше занятие ровно через 5 минут, то есть 7 минут. А сейчас перерыв. Если у кого вопросы, пишите. Мы разобрали с вами несколько уже меридианов, 4, их физиологические состояния, как это сказывается на психологическом уровне. И на мой взгляд, как практика, я все-таки считаю, что психика первична. Психологическое состояние, оно начинает закручивать энергию в нашем теле и приводить либо в недостаток, либо в избыток энергии в том или ином энергетическом канале. И хочу, уважаемые коллеги, все-таки брать это правило в расчет, поскольку какие-то фармакологические средства, сборы, травы, таблетки, они помогают человеку пережить какое-то трудное время, чтобы человек мог в это время изменить свое мышление. вот такая диагностическая практика по 12 меридианам может в этом случае очень хорошо помочь нам подсказать, в каком направлении человеку работать. Как например, я уже приводил пример избыточности энергии в меридиане толстого кишечника, значит у человека есть определенное завышенное стремление к получению удовольствия, у человека за деньги стремится купить как можно больше удовольствия например. Вот и вы его уже корректируете. Ага, вот поступил еще один вопрос. Так, вопрос такой Алексей задает, нарушение по меридиану желудка может привести к патологиям кожи. Ну, все-таки знаете, в классической традиции китайской за кожу у нас и потовые железы, волос отвечает меридиан легких. Ну, а поскольку легкий нет, желудка далековато, конечно, может привести к патологии кожи. Вот на моем практике, поскольку я не врач, мне сложно сказать, да, это вот вопрос все-таки больше ориентировать нужно к тем, кто занимается медицинской практикой. Я думаю, что к патологии кожи здесь может привести больше проблемы в толстом и тонком кишечнике. ну, чисто теоретически, потому что с этим вопросом как-то сталкивался, да, потому что у нас вопрос иммунитета это все-таки в кишечнике. Ну, это по очень моему такому скудному медицинскому представлению. Так, продолжаем дальше. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Рекомендую все-таки обратиться к врачам Алексей. Я все-таки психолог здесь, честно признаюсь. Невозможно все охватить. Следующий меридиан у нас так, нет, не тот, что-то у нас сбой с компьютером. Сейчас, одну секунду, прошу прощения. У нас будет меридиан сердца. Пятый меридиан. Вы видите, как он слева отображается на круговой диаграмме вида пульса. Здесь мы видим избыток. А справа на картинке изображен человечек, на котором изображен его меридианальный ход по телу. Поступил еще один вопрос. Сейчас один момент. Волн считает, вопрос звучит так, что энергетические процессы, теле определяют его чувства и мысли. Пирамида то есть тело первично, а психика вторично. Спасибо, Любовь, за ваш очень интересный вопрос. Дело в том, что Александр Лоунил относится к тем ученым, которые базировали свое мировоззрение на так называемом научном материализме, где материя считается первичной. а восточный подход, аюрведический и даже в какой-то степени китайский, он базируется на том, что дух первичен, а тело вторично. Поэтому систему Лоуна можно и нужно использовать, но с этой поправкой. Я надеюсь ответил на ваш вопрос. Если не совсем, то напишите. Кстати, такой момент вспомнил. У Райха Лоуна есть система, которая почти соответствует чакрам. То есть там уровень подбородка, лобные, часть груди, тазовая часть, я так по памяти уже называю, потому что сейчас у меня в голове появилось. И следующее занятие я буду рассказывать тему чакры, как с помощью ведопульса диагностировать и возможно как раз немножечко Лоуна посмотрю, может быть коснусь действительно. Спасибо за ваш такой вопрос. Он навел интересные мысли действительно. Итак, меридиан сердца. За что он отвечает? Меридиан сердца ответственен как раз за психику, эмоции, духовно-душевную сферу, гормональный баланс, репродуктивную сферу, самодостаточность, формирование личности, за любовь к жизни и наоборот, любовь вообще в жизни, систему кровообращения сердца и сосуда, духовные аспекты крови, альтруизм, эгоизм как выбор. Вот. Вообще, уважаемые коллеги, есть меридианы, которые больше связаны с психикой, а есть меридианы, которые больше связаны с физическим состоянием. Так вот, меридиан легких и меридиан сердца это в первую очередь такие психологические меридианы. поэтому если вы наблюдаете у вашего клиента или пациента динамику очень активную там, допустим, нестабильность в меридиане в этих двух меридианах легкого и сердца, то значит психика у человека нестабильна. Это, кстати, как вариант может быть пограничное расстройство личности. Такому человеку нужно дать будет уточняющий тест на расстройство личности. Какие свойства обладает меридиан сердца? Перечислим сначала избытку энергии. Это общительность, говорливость, импульсивность, эмоциональность, экзальтированность человека, высокомерие, гордыня, тщеславие, честолюбие, властность, стремление к лидерству. Вот о лидерстве хочется сказать. Дело в том, что в астрологической системе меридиан сердца связан с созвездием льва. А львы не стремятся быть лидерами. Поэтому избыток энергии меридиана сердца показывает, что у человека созвездие льва начинает доминировать. Попробуйте строить гороскопы в медической системе, поэсследуйте, как у человека, стремящегося к лидерству, реагирует меридиан сердца. У меня, кстати, был один знакомый директор, он уже ушел на пенсию, мы с ним не пересекаемся. Он всегда был очень активный, динамичный, так вот, его проблема как раз сердечные заболевания. И этот директор был большим любителем женщин и удовольствия. Продолжаю. Значит, если вы видите избыток энергии меридиана сердца, это говорит о том, что у человека большая работоспособность, высокая умственная активность, хорошая память на лице, именно такая визуальная, радость, немотивированная, человек находится в радостном такой эмфорическом состоянии, неустойчивое настроение, опять же, вот то, что я говорил, предисположенность к граничному расстройству личности, повышенная возбудимость, маниакальное возбуждение, склонность к суициду и бессонница. Ну, к суициду это как бы, ах, вы меня не любите, но я пойду тогда и вот такая артистизм такой играет. Все-таки вот эта склонность к суициду, она как механизм манипуляции у человека будет такая манипулятивная способность суицидом манипулировать другими людьми. Недостаток энергии, нерешительность, невозмутимость, зависть может присутствовать. Почему зависть? потому что другие так хороши, другие так величественны, а я какой-то ущербный, такой человек думает, мыслит. малоактивность, забывчивость, плохая память на лице, беспричинная тоска, ипохондрия, апатия, подавленность, навязчивые идеи, комплексы, угнетенность, психологический дискомфорт. Также психологическая агрессивность, как ни странно, видите, заметьте, психологическая агрессивность по недостатку энергии. То есть человека складывается ощущение, что он что-то недополучил, недореализовался, и поэтому он начинает проявлять активность, чтобы схватить свое. Невроз, невротические состояния свидетельствуют о недостатке, тяжелые сновидения. И в астрологической системе меридиан сердца соответствует пятому дому. А пятый дом это у нас отвечает за индивидуализацию личности, как личности именно, как я с большой буквы, такой творческий процесс. И если, например, вы видите избыток энергии в меридиане сердца, то такой человек может быть очень творческим, стремиться к такой чрезмерной самопрезентации. И опять же это может провоцировать в этом случае истерическое расстройство личности, когда человек стремится всем нравиться. То есть, чтобы с пограничным расстройством личности не путать, надо определиться, как часто у человека происходит смена настроений. Поэтому это не позволит запутаться такой вопрос. Ну и, конечно, когда у человека избыток энергии в меридиане сердца, он действительно чрезмерно много работает, очень хорошая работоспособность, и человек себе не позволяет отдохнуть. И если к вам пришел пациент, клиент, и вы видите, что у человека зашкалила энергия, дайте ему рекомендацию съездить на пикник, отдохнуть, пообщаться с любимой девушкой, да, то есть, вот такой вот. А у кого недостаток энергии, ну, может быть, конечно, как раз и нужно побольше уделить внимание работе. Так, вопрос. Алексей спрашивает, здесь пограничное состояние по психоидному или истероидному пути? Вы знаете, Алексей, честно, вот, затрудняюсь я в данном случае ответить, потому что тот или иной путь зависит от разных факторов вот и других каких-то проявлений, то есть, чтобы понять конкретную реализацию, мало смотреть один какой-то меридиан, нужно смотреть всегда вкупе с каким-то, если, например, меридиан сердца, да, и меридиан толстого кишечника будет чрезмерно развит, это значит, человек стремится к удовольствиям на основе материального благополучия, примерно так обозначен, спасибо за ваш вопрос, переходим к следующему меридиану, так, следующий наш меридиан, это будет шестой меридиан тонкого кишечника, на приборе видопульс, вы его видите как обозначенным цифрам 6, вот в данном случае я его привел как с достаточным уровнем энергетики, а в классической системе это вот показано рисунки, как он проходит по руке, к голове, по лицу, по шее, да, то есть, этот меридиан, это вот важно для рефлексотерапевтов, вот, кстати, уважаемые коллеги, я думаю, что среди вас есть все-таки, наверное, специалисты по рефлексотерапии, которые работают с вот этими как раз акупунктурными точками, да, которые, например, там прижигают, да, там воздействуют теплом, или просто прокалывают иглами, как-то воздействуют, мне очень интересно, как это влияет на эмоциональное состояние, человека, потому что на физиологическом уровне понятно, да, что улучшение работы органов, но мне кажется, все-таки это еще должно как-то влиять на психоэмоциональное состояние человека, ну, этот эффект, наверное, будет очень сродни с тем эффектом, который достигают наши современные психотерапевты, употребляя психотропные препараты, то есть, по сути дела, это не изменяет базовых установок концепции личности, каких-то базовых убеждений личности о себе, о мире, о видении своего будущего, и может дать, конечно, какой-то краткосрочный эффект, то есть, на какое-то время человек, например, если вы поработали с меридианом легких, методами акумпунктуры, там, прижигали, например, да, или иглами стимулировали, то на некоторое время у человека может измениться психоэмоциональное состояние, но та программа, паттерн психологический, который, например, говорит о том, что у него заниженная самооценка, или ему его в раннем детстве отец нанес вербальную травму, что он ему дал какую-то такую негативную оценку, как неуверенность в себе, то через некоторое время у человека снова возникнет негативное психоэмоциональное состояние, и человек опять придется садиться на его, позвольте так выразиться. Поэтому давайте смотреть все-таки глубже в те проявления психики и искать глубинные убеждения, которые приводят в дисбаланс энергетическую систему. И вот мы с вами подошли к меридиану тонкого кишечника, давайте дадим ему общую такую характеристику. Меридиан тонкой кишки отвечает за психическую сферу вместе с сердцем. Установление трансмонтацию ментальных категорий и пищеварительных элементов. Это проводник эмоциональных паттернов сердца, позволяющих их использование и контроль в интересах всего организма. Вместе с меридианом тройного обогревателя курируют систему отопления тела. Надо сказать, что меридиан тонкого кишечника в астрологической системе соответствует шестому дому и созвездию Девы. Знаете, очень непростое созвездие, так скажем, характеристика. Я очень часто вижу его проявления у очень многих людей. И, например, способность по созвездию Девы, это быть очень аккуратным, педотичным человеком, работоспособным. И, когда, например, к вам приходит человек на диагностике вы видите вот какой заниженный уровень энергетики, то это говорит как раз о том, что, видимо, у человека возникли трудности к ежедневно выполняемой работе. Человеку тяжело выполнять постоянную работу по какой-то причине. И нужно искать причину разлада как раз в этой области. Дело в том, что меридианы между собой взаимосвязаны. Потому что меридиан тонкого кишечника будет влиять, например, на меридиан печени. То есть тут взаимосвязь, подавление и улучшение взаимодействия. О ней я не говорю. Ну вот Алексей еще прокомментировал проигротерапию моей измышления. он пишет, что иглотерапия в любом случае снижает эмоциональный фон. Ну вот несложно говорить. Видимо, у него такой опыт. Значит, давайте с вами теперь подробно остановимся на психологических способностях меридиана тонкого кишечника. кишечника. Спасибо, Алексей. Да, это вот видите, у человека есть свой опыт. Он с нами поделился, что видать, видимо, иглотерапия очень хорошо, наверное, тогда я подвожу такой итог, будет влиять на снижение эмоционального фона. Это хорошо для таких гипервозбудимых людей. Можно даже, так, смею, предположить, хорошо тогда иглотерапии лечить парановиков, потому что паранальный синдром, он очень сложно определяется. Очень много у нас в обществе таких женщин, бабушек, которые ходят по инстанциям, добиваются правды. Здесь положил их на кушетку, воткнул в них десяток другой игл, глядишь, у них меньше возникло желания отравлять своей чрезмерной активностью подозрениями окружающих людей, своих близких. Так что, Алексей, у вас очень хороший опыт. Дай Бог вам удачи вашей деятельности. Если в меридиане тонкого кишечника избыток энергии, то это следующее возникает характеристики психологические. Высокая требовательность к себе и к другим. Это вообще типичная характеристика людей, у которых выражено созвездие Девы. Солнце, Луна, восходящий знак или другие планеты, несколько планет. Такие люди действительно страдают перфекционизмом. Такие люди действительно трудолюбивые, педантичные, четкость и активность мышления у них присутствуют. Хорошие аналитики Девы. Неуправляемость, повышенная возбудимость, меркантильность, эйфоричность присутствует, недостаток энергии, безразличие, жадность, такая холодность у этих людей возникает, эмоционально они такие отрешенные от мира, монотонно выполняют свою работу, ходят каждый день на работу и при этом говорят, я хожу на работу каждый день как наркоговку. То есть у них такая вот оценка в жизни. И естественно, если вы видите людей с недостатком энергии в этом меридиане, то я бы рекомендовал вам рассмотреть по нарушению личности, которое называется сатомазохическое расстройство личности. То есть люди здесь склонны как-то унижать свои интересы в угоду или уступая кому-либо. Следующий меридиан у нас меридиан мочевого пузыря. В системе видопульса он обозначается цифрой 7. На правом рисунке вы видите красные линии, как он обозначается в системе прохождения по телу к пунктурными точками. Меридиан мочевого пузыря ответственен за энергообеспечение структур центральной и периферической нервных систем, водный баланс, организацию, гармонию, партнерство, эмоциональное равновесие, сексуальность. И надо сказать, что в астрологической системе меридиан мочевого пузыря соответствует у нас седьмому дому партнерства, деловое супружеское партнерство и зодиакальному созвездию весов. Поэтому все, что мы какую информацию получаем из-за состояния этого меридиана, это все связано с партнерством. Вот смотрите, мы с вами говорили о меридиане сердца, вот там возникает любовь. Вот по сердцу у нас идет эротическая чувственная сфера, а именно качество партнерских отношений, договоренность, обязательность по отношению друг к другу, это вот как раз показывает нам меридиан мочевого пузыря или седьмой меридиан. И надо сказать, что большинство людей, которые ко мне попадают на психологическое консультирование, когда я делаю диагностику, я вижу к сожалению меридиан мочевого пузыря вот в таком состоянии, как вы видите на рисунке слева, который я привел круговой диаграммы из ведопульс. У нас, в нашей системе у людей действительно проблемы партнерских отношений. и даже я наблюдал ну, вроде бы как гармоничные браки, которые как бы все хорошо у них, но тем не менее напряжение померидиан мочевого пузыря присутствует, особенно избыток, то есть он неактивный, то есть энергия в нем как бы подавлена. и это конечно выражается в следующих психологических свойствах. Избыток энергии, значит возвышенность, гармоничность какая-то такая, стремление угодить партнеру, стремление к красоте, эмоциональность от реалий жизни человека, то есть его начинают восхищать окружающие пейзажи, то есть с окружающими он восхищается окружающими людьми, там пейзажами, окружением, неспособность принимать, то есть это может выразиться в критиканстве с другой стороны, то есть у такого человека чрезмерная оценка очень такая, эмоциональная, то есть он вот так, вот это мне нравится, а вот это мне не нравится, вот это правильно ты говоришь, вот это ты неправильно говоришь, то есть такой интересный момент. Музыкальность, сексуальность, какие-то решения связанные с партнерскими отношениями, это то есть совместные решения, медлительность в принятии людей, ситуации или еще что-то какого-то такого состояния. Так, недостаток энергии, отсутствие собственно, отсутствие собственного мнения, уход от общения, стремление к такой спокойной красоте, эмоциональность, неспособность принимать ответственные решения, колебания, ленность присутствует, отсутствие творческого подхода. Такой человек не стремится в отношения, такой человек стремится уйти от этих отношений. И, например, если ко мне приходили клиенты на психологическое консультирование, то меридиан пучевого пузыря как раз чрезмерно активный, с избыточным энергией, он говорит о том, что в паре, в семье у человека присутствует конфликт. Также о конфликте в отношениях в паре может у нас забегая вперед свидетельствовать девятый меридиан и пятый меридиан, а также тонкого кишечника тоже в какой-то степени, но там из-за денег, из-за материальных или каких-либо других ценностей, потому что второй меридиан у нас символизирует ценности. Переходим к меридиану почек. Меридиан почек в системе видопульса обозначается цифрой восемь, меридиан почек контролирует кровотворение, наследственность, состояние костей костного мозга, репродуктивную деятельность, водно-солевой обмен, мир желаний. Меридиан ответственен за реализацию генетической информации индивида. И в астрологической системе меридиан почек у нас соответствует созвездию скорпиона и восьмому дому. и он говорит о том, что как люди приспосабливаются к партнерским отношениям, как люди распоряжаются своими совместными финансами и другими ресурсами, какое атмосферу они создают. И надо сказать, что меридиан мочевого пузыря и почек они взаимосвязаны и большинство людей, которые приходят ко мне именно с вопросом, а чаще всего именно ко мне обращаются на семейную терапию по семейным темам. Например, даже женщина не может выйти замуж в свои 30 лет, 33 года или того больше, старше. Как правило, у них как раз и отмечается недостаток энергии в меридиане почек и в меридиане мочевого пузыря. Такие люди как правило блокируют свою сексуальную энергию. Очень много ограничений по какой-либо причине неспособность получить удовольствие именно в ротико сексуальной сфере жизни человека. Теперь давайте посмотрим, какие психологические качества дает нам этот меридиан избыток энергии. Интенсивный процесс мышления отличная память. С другой стороны, по недостатку энергии это вялость мыслительных процессов, снижение памяти, ограниченность. избыток дает мудрость, опыт, волю, умение быстро оценивать обстановку, то есть это уже немножко со скорпионом похоже, вникать в сущность проблемы, ситуации человека. Такое качество скорпиона как страх прослеживается у людей, которые страдают недостатком энергии в этом мире вялость, несговорчивость, неуверенность, слабоволие, безволие. Но тем не менее следующее качество по избытку это мстительность, злобность. Тоже узнаем скорпиона, правда ведь? Склонность к мазохизму, сексуальным извращением. Это вот восьмой дом. Избыток. Повышенная эмоциональная чувствительность, галлюцинация, чувство внутреннего волнения. Здесь в данном случае противоположное качество я не нашел. Я только напротив нашел мельчишение мушек перед глазами. Надо сказать, что тогда по недостатку энергии такие люди будут иметь низкую эмоциональность. У них будет слабо работать визуальный канал восприятия. И конечно с одной стороны они будут испытывать по всей видимости внутреннее какое-то внутреннее спокойствие. Но это внутреннее спокойствие не факт, что оно будет гармоничным. То есть это замирание утки на пруду, которое увидело в кустах охотника. Так вот это состояние можно перевести. избыток энергии приносит людям нежелание общаться, говорить. По недостатку энергии это шум в ушах, снижение слуха. Еще другие свойства, какие я нашел, изыскал по меридиану почек. Это скандальность. Нежелание общаться и говорить, как уже говорил по недостатку. Но скандальность понятна, что знак скорпиона это очень эмоциональный, очень чувствительный, управляется Марсом, планетой, которая стремится к удовольствиям, сексуальности и достижению своих целей. Поэтому человек стремится выразить себя. Надо сказать, что напротив то у нас меридиана почек, у нас меридиан толстого кишечника, который отвечает как раз за то, чтобы говорить. видимо этот избыток энергии, который накапливается в энергии меридиана почек, он также перетекает по принципу противоположности в меридиан толстого кишечника. Поэтому вот эта скандальность и проявляется. Такое многословие в данном случае. Так, по избытку. Внезапная потребность к активной деятельности, затрата энергии, неспособность вовремя прекратить работу, необычный прилив энергии, избыточное желание, физическая работоспособность, общительность. Дальше, по избытку, сексуальная потенция, повышенная, гиперсексуальность, полюция, сексуальная психоза, сексуальное извращение, ну и преступление на этой почве. По недостатку патологические зависимости, алкоголь, наркотики, тренгфилизаторы, стремление к одиночеству, ухуд себя, скрытность, стеснительность, отрешенность, робость, пугливость, замкнутость. Снижение потенции, то есть это собственная потенция и бесплодие, фрегитность у женщин. Соответственно, вот такой непростой меридиан почерк. Еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, что если вы работаете психологами, медиками, имеющими отношение к медицине, психосоматикой, то будьте готовы к тому, что вам больше всего придется сталкиваться именно с этими двумя меридианами. Именно недостаток энергии, это типичная характеристика нашего времени. Еще очень часто у нас меридиан печени находится в недостатке. Следующий меридиан это меридиан перикарда. Обозначается цифра 9 на вкладке меридиана в ведопульсе. Меридиан перикарда контролирует структуры головного мозга и их альянс с сердечной деятельностью обеспечивает ритм тела, частый диапазон аспект психики, систему артериального кровообращения мозга, уровень артериального давления, куратор веры, отношения и духовности отношения к религии человека. Ну и надо сказать вот действительно я на своем опыте убедился в том, что когда у человека особенно избыток энергии наблюдаю в меридиане перикарда у человека такой острый протекающий мировоззренческий кризис. Человек в это время начинает действительно пересматривать себя, свое мировоззрение и в процессе своей психологической практики когда человек ко мне приходит и с каждой встречи я делаю снимок то например в начале моих встреч с человеком в нашей психотерапевтической практике у человека не наблюдал повышенной энергии меридиана перикарда а вот через 2-3 сессии особенно на третью третья она такая наиболее острая у человека отмечаю повышение энергетики в меридиане перикарда потому что человек не во всех случаях но во многих начинает пересматривать свои взгляды на жизнь на себя отношения как бы сказать потому что в процессе работы иногда не касаясь каких-то общих мировоззренческих позиций как-то стимулирует человека расширить горизонт своих представлений вот в результате такой момент ну и также отследил на примере своих клиентов то что когда человек приходит с недостатком энергии в меридиане перикарда человек вообще не занимается религией он ходит работает своей бухгалтерии моет посуду готовит борщ и что-то начинает человека вдруг не устраивать человек ищет вопросы вот в этом состоянии как раз человек часто ко мне и попадает психологические свойства меридиана перикарда избыток как ни странно доброжелательность хочет всем угодить надо сказать что меридиан перикарда управляется созвездием стрельца девятый дом духовность как раз стрельца они же добрые Юпитер это же добрая добродетельная планета вот она отсюда доброжелательность коллективизм оригинальность широта взглядов альтуризм то есть вот она повышенная энергия когда человек начинает читать книжки ходить на семинары начинает прорабатываться у человека возникают волнения переживания по этому поводу это естественно сказывается на работе сосудов и вот криминозной в общем сердечно-сосудистой системы далее по избытку идет у нас смешливость беспричинный смех веселье суетливость импульсивность необузданность поверхностный сон сновидениями очень хороший материал для юргенянского анализа представляют люди с избытком энергии в меридиане переклады а вот недостаток энергии дает неуверенность в своих силах комплекс вины страх перед наказанием потому что Юпитер Юпитер у нас это юристы судебная система поэтому если вы видите у человека недостаток энергии в девятом меридиане то целесообразно задать вопрос а в чем вы чувствуете себя виноватым в жизни даже если человек никак не касался своей вине своей темы просто он говорит о чем-то другом и здесь можно человека с помощью вот такой диагностики вывести на какое-то осознание потому что психолог работает вопросом задавая свои камерные вопросы мы человеку открываем новые грани понимания себя и вообще жизни также у такого человека проявляется стеснительность медлительность неразговорчивость тяжелый глубокий сон с большим количеством ярких сновидений тоже сновидения присутствуют так следующий у нас что идет продолжим говорить об избытке энергии меридиане перикарда это значит у нас как я уже сказал религиозно философская ориентация личности стремление к миссионерству религиозный фанатизм а вот по недостатку как раз атеизм бездуховность ощущение своей греховности раскаяния вне существующих грехах у меня кстати был случай женщины с очень проблемным мне периодически 9 миллион вылазил перикарда в избыток его как бы мерцал он по избыток по недостаток по избыток недостаток она у меня было порядка 15 сессий ко мне ходила и у меня была как раз проблема острая она в жизни достаточно много сделала абортов и она очень сильно раскаялась и винила себя в том что загубила жизнь своих нерожденных детей вот реальный случай с практикой у меня такой был значит также по избытку идет гневливость раздражительность реактивные состояния психики психоэмоциональный дискомфорт недостатку депрессия вот юпитер у нас же позитивная планета поэтому если энергии планеты юпитера не хватает оптимизма не хватает жизни человека человек погружается в депрессии в результате развивается маниакально депрессивный психоз например молчаливость не о чем поговорить ну и вообще конечно по избытку меридиан перикарда очень такой плодотворный на всевозможные психозы галлюцинации и эйфоричность ну а по недостатку просто страх человек стремится закрыться так следующий меридиан который у нас идет это меридиан трех обогревателей обозначается цифрой 10 вот у меня здесь показан желтеньким цветом что значит недостаток определяет работу гормональной системы человека гормональная система больше от слова гармония а не гормон так по крайней мере нужно воспринимать этот меридиан в психологии по сути человек имеющий гормональную дисфункцию физиологическую не может быть сбалансированной личностью вообще известно что каждая эмоциональная реакция сопровождается у нас выработкой того или иного гормона при нарушении десятого меридиана меридиана тренового обогревателя нарушены не только гормональной но и эмоциональной реакции человека это всегда ведет к проблемам в общении поведении мероприятия мероприятия в любом возрасте регулирует связь с внешним окружением обеспечивает индивидуализации личности и надо сказать в астрологической системе десятый меридиан соответствует десятому дому и козерогу и например по своим клиентам я очень хорошо обратил внимание когда человек ко мне приходит на консультацию я делаю диагностику смотрю вот у него десятый меридиан в таком состоянии как вы видите слева на рисунке круговой диаграмме я спрашиваю у человека примерно следующее что ты как-то недоволен своей работой не чувствуешь удовлетворения своей социальной реализации и человек как правило говорит да есть что-то как-то мне моя работа не устраивает что-то как-то действительно при этом меридиан шестого тонкой кишки может быть достаточно хорошим то есть например он в норме то есть человек хороший сотрудник хороший работник но при этом человека не устраивает его социальный статус он уже эта работа уже не дает не открывает никаких там перспектив карьерного роста или еще что-то то есть будьте внимательны пожалуйста в этом направлении и не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы избыток энергии меридиане трех обогревателей дает общительность судорожная готовность действовать как говорится подпрыгнуть и бежать что-то делать подчинение других тут знаете человек с одной стороны готов сам подчиняться если он имеет более сильного партнера более сильного иерарха потому что вот козерог он как раз входит в систему иерархии и с другой стороны человек готов подчинить более слабого человека изоляция невозмутимость кристаллизация то есть концентрация на чем-либо деспотизм жесткость отсутствие снисхождения чрезмерное напряжение воли интеллекта достижение своих целей упрямство алочность агрессивность эгоизм национализм карьеризм реакционность склонность к уголовным преступлениям повышенная возбудимость именно склонность к суициду из-за неудовлетворенности реализации своих амбиций и планов и как раз вот я по своему опыту знаю что немного у меня таких было людей но все равно мне удалось увидеть тенденцию в этом направлении что когда меридиан трех обогревателей в красной зоне то тогда человек чрезмерно амбициозный карьерист очень много сил и такому человеку нужно предложить часто коучинг то есть систему бизнес консультирования направленную на гармоничное эффективное достижение своих целей имеющимися в его расположении ресурсами недостаток энергии это равнодушие к окружающим стремление к одиночеству замкнутость тупость терпиодные терпиоидное мышление это когда человек знаете как таран старается доказать что он прав как народе говорится баран новые ворота уперся и все отказ от физической работы нежелание служить позициям и охота с краю ничего не знаю лень апатия слабость быстрая утомляемость психическое и физическое истощение вот такие свойства у нас психологически имеет меридиан трех обогревателей следующий меридиан это меридиан желчного пузыря обозначается цифра 11 на вкладке вида пульса меридиан желчного пузыря контролирует энергетические процессы в структурах головного мозга эндокринные сферы пищеварительные процессы пигментный обмен ответственный за темперамент стратегию волю и решительность в системе астрологии меридиан желчного пузыря соответствует знаку водолея и 11 дому который говорит о том к чему человек стремится чего он хочет достичь амбиции почести доходы из разных источников то есть все таки и видите как желчный пузырь он выделяет желудок желчь то есть он направлен на какой-то результат и как правило если у человека вот в таком зеленом состоянии меридиан желчного пузыря то есть в достаточном состоянии энергетики человек уверенно продвигается к поставленным целям человек эффективно дружит со своими партнерами так скажем на основе тех ресурсов которые он достиг по жизни человек достаточно социально активный а вот если недостаток энергии то это говорит о том что у человека какие-то нелады с его целеполаганиями когда ко мне приходит такой клиент я вижу меридиан желчного пузыря недостатки я начинаю его потихонечку сканировать за то что какие твои цели чего ты хочешь в жизни достичь вот здесь любовь спрашивает за что отвечает десятый дом десятый дом это карьера то есть меридиан тройного обогревателя он отвечает за карьерную реализацию десятый дом отвечает за статус почет как человек показывает как человек делает карьеру так а теперь мы с вами возвращаемся к меридиану желчного пузыря и давайте сконцентрируем наше внимание на тех психологических качествах которые он награждает по избытку энергии это гневлевость нетерпеливость нахальство деспотизм гробость агрессивность объединение коллективизм индивидуализм эгоизм служение на благо всех то есть человеку стремится всем уводить в то же время он может быть и свободолюбивым то есть здесь нужно задавать вопросы стремление к новому к передовому принципиальность непредсказуемость спонтанность маниакально-реактивное состояние состояние аффекта такого эмоционального человека бессонница ночные страхи по негативу недостатку энергии сомнения бездушие самоизоляция самоустранение бездействие слабоволие смирение нерешительность нежелание действовать и участвовать в чем-либо отсутствие принципиальности конформизм соглашательство депрессия упадок сил слабость фрегидность сонливость и часто днем человеку хочется поспать следующий меридиан у нас меридиан печени меридиан печени курирует биохимию организма материальные тонкие процессы эмоциональный фон душевно духовно-душевные октавы цвет органов эндокринная сфера в аспекте своего элемента дерева в китайской системе если будем брать пищеварительные процессы пластику форм головы суставов плечи огненные водные структуры в системе видопульс обозначается цифрой 12 и вот здесь у меня он приведен в желтеньком состоянии недостатки еще раз хочу сказать что я очень часто встречаю в наше время людей с меридианом печени в недостаточном состоянии и это не в том что ко мне приходят на консультирование проблемные люди я как-то проводил презентационную программу по видопульсу и делал всем желающим на одном мероприятии кто хочет скрининговую диагностику видопульсом и преследовал как раз такую цель посмотреть у тех людей которые не замотивированы проблемные ситуации ко мне которые просто из чистого любопытства то же самое у очень многих меридиан печени в недостаточном состоянии ну правда у этой группы людей было все-таки побольше равновесия то есть если тех людей которые ко мне приходят на консультирование у них меньше действительно баланса больше недостаточности энергии то у тех людей которые обратились ко мне с чистого любопытства все-таки было в сторону с равновесием то есть это говорит о том что наши люди скрывают свои проблемы не выносят стремятся как-то решать их самостоятельно в общем-то я и сам спрошу человек так дальше избыток да значит неординальность оригинальность склонность коллекционированию религиозность склонность к мистицизму магия культизм фанатизм жертвенность там вот это вся экстрасенсорика проходит по этому меридиану дипломатичность прямолинейность бесцеремонность склонность к порядку трудоголизм недостаток энергии неудовлетворенность жизнью неряшливость занудливость притворство лукавство беспрецепность поиск легких путей духовная слепота духовность самоистязания мазохизм который склонность лавирование уход от решения скользание уход от ответа уклонение от выполнения задания отсутствие прямолинейности эта таблица у нас продолжается избыток энергии это дневливость раздражительность легкая возбудимость вспыльчивость импульсивность грубость вредность тенденция к преступлениям на эмоциональной почве бессонница нарушение сна общий эмоциональный дискомфорт опять же тенденция к суициду меридиан печени он соответствует рыб и 12 дому а 12 дом он считается домом смерти когда человек чрезмерно потакая своим страстям нагружает организм у него формируется нарушение физиологии он умирает от каких-либо заболеваний поэтому такой смерти как правило присутствует и госпитализация вот недостаток энергии слабость быстрая утомляемость обея сновидений меланхолия и похондрия слезливость апатия депрессия психостемия то есть вот психологические заболевания итак мы с вами рассмотрели 12 меридианов как они влияют на характер темперамент человека я думаю что вам уже становится понятно вы можете использовать эти знания в своей практике для того чтобы лучше разбираться в ваших клиентах пациентах чтобы составлять какой-то образ этого человека и в заключении я хочу сказать следующее энергетические меридианы представляют процессы определенные процессы личности которые в нас действуют и посредством которых мы выражаем себя в мире отношениях и представлениях о своем будущем если вы имеете ключи к пониманию этих процессов то вы можете определить тенденции к развитию человека его личности в том или ином направлении и хочу вам сказать уважаемые коллеги что не надо принимать буквально что вот если я сказал там проблема восьмого меридиана это проблема в сексуальной сфере значит там она так она и должна быть то есть дело в том что все меридианы они по принципу подобия работают один и тот же меридиан управляет как правило несколькими как вы видели аспектами психологической деятельности психологических проявлений личности человека поэтому чтобы понять что действительно с человеком мы задаем уточняющие вопросы а направление выбор этих вопросов нам как раз подсказывают состояние меридианов которые мы можем видеть на вкладке вот ведопульса поэтому я вам желаю успехов в более глубокое проникновение сущность ваших пациентов клиентов на сегодня я все рассказал если у кого какие-то вопросы задавайте пожалуйста отвечу вот так в целом благодарю всех за внимание если есть вопросы пишите я чувствую по некоторым уже откликам что большинство людей понравилось представленная мной тема я надеюсь что она вам поможет стать более эффективными профессионалами и помочь многим людям желаю всем всего доброго до новых встреч и следующая тема у нас будет чакры расскажу как использовать вкладку по чакрам биоэнергетика называется все до новых встреч всего доброго до свидания до новых встреч до новых встреч